Приветствую! Приветствую вас, любовью Господа, всех-всех-всех наших зрителей. Мир вам и благодать доумножится. Надеюсь, вы взяли свою кружечку кофе, чтобы выпить вместе со мною в этом вечернем общении, если у вас вечер у нас утром, и вместе прославить и говорить о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, только что мне пришло сообщение, что курс еще провалился. Нефть, стоимость нефти, она упала 45 долларов. И знаете, здесь или плакать, или смеяться. Радуюсь. Приветствую вас, дорогие друзья. Мир вам. Мир вам, благодать, как всегда, потому что это обетование от Господа, и Бог сказал, что мир и благодать будут умножаться. Значит, это работает в христианской жизни. Этот мир будет разваливаться, а благодать будет укрепляться, и милость Божья будет над нами. Потому что разваливает этот мир не Бог, а сами люди разваливают этот мир своими грехами, своими неправильными решениями, амбициями, жаждой наживы, власти, порабощения других, завоевания территорий. Это все стратегия людей и дьявола. Дьявол использует людей. А наша задача – славить Господа. А наша задача – провозглашать Царство Божие. И, как говорил Иисус, да будет Царство Твое Божье здесь на земле, как и на небе, да придет оно, и да будет воля Твоя здесь на земле, как на небесах. Аминь. Ну что, драгоценное. И мы призваны делать эти вещи, чтобы призывать и утверждать Царство Божье в наших жизнях. Мы избраны Богом именно для того, чтобы Его Царство приблизить, чтобы приближалось Его Царство, чтобы взывать к Нему, провозглашать, как говорится в книге Откровения, и Дух, и Невеста говорят – приди, жаждущий, пусть приходит, берет воду жизни даром, и Дух, и Невеста говорят – приди. Поэтому, дорогие, мы ждем возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. И оно уже очень близко. Он скоро, скоро вернется, скоро придет. Очень скоро, очень скоро. Мы, как никогда из всех предыдущих поколений, мы ближе всего, но, может быть, еще после нас будет поколение, а может и в нашем поколении. Так все поколения говорят, но все-таки, слава Богу, нефть провалилась, курс провалился, пускай все проваливается, а мы будем подниматься. Я думаю, что вот такое хорошее настроение. Нужно тебе позитив во всем этом? Да, за все благодарите. Мы недавно проводились. Шторм стал сильнее. Да. Знаете, как интересно, под водой нет шторма. Поэтому во Христе Иисусе, когда мы укрыты, спрятаны в нем, он наша скала, он наше приближение. На поверхности шторм бушует, там все, там просто мачты рвутся, скрипят, все. Два метра глубже уровня воды, тишь и благодать. Одно только нужно, заплыть на глубину и окунуться в нее. Утонуть. Погрузиться в Божье присутствие. Утонуть в Божьей славе. Да, для меня глубина – это Божье присутствие. Глубина жизни – это познание Иисуса Христа и углубление в нем. Как мы с вами знаем, есть местописание замечательное, где сказано и в Еремии, по-моему, 17 глава. И первый псалом говорит нам о том, что Муж Божий – это тот человек, который пускает свои корни глубоко. Он посажен у потоков вод. И он похож на дерево, у которого корни глубоко, и они питаются этими потоками. И наружу это дерево, оно сочное, плодовитое, потому что находится у потоков Божьих. Поэтому Бог нам дал свои потоки, дал нам свое слово. И когда мы с вами читаем слово, мы в этих потоках, мы погружаемся в эту глубину Божьего присутствия. Мы хотим, чтобы Божье присутствие было в нашей жизни. Мы хотим, чтобы его слава наполняла нас. Мы хотим пребывать в нем. И апостол Павел очень хорошо делится этими откровениями с нами в Священном Писании. Он делится этим словом в послании к филиппийцам. Он рассказывает о своей жизни, о своих переживаниях. И приглашает нас тоже ощутить этот кайф, это наслаждение в Иисусе Христе. И тех уровней, которых достиг апостол Павел, он говорил, что этого недостаточно. Есть глубже уровни. И поэтому, когда мы стремимся к более глубоким познаниям, он нам рекомендует. И сегодня мы с вами обратим внимание на третью главу послания филиппийцам. Филиппийцам, третья глава. Давайте открывать и смотреть. Филиппийцам, третья глава. И начнем мы с 13 стиха. Как бы взяли мы серединку этой главы. Апостол Павел вообще много сделал. Он много сделал, он многих привел. Он добился большого результата. Посмотрите, какая у него жизненная позиция. Читай драгоценная. И он говорит такие слова. 13 стих. 3-13 филиппийцам. Братья, я не почитаю себя достигшим. Когда он говорит братья, естественно, он обращается к сестрам тоже. Чтобы вы не сомневались. Потому что Писание нас называет братьями во многих местах. Во Христе Иисусе нет разницы, брат или сестра. Мы во Христе. Братья, я не почитаю себя достигшим. Павел говорит такие слова. А только забывая прошлое. Здесь написано заднее в синодальном переводе. Простираясь вперед. То есть он не смотрит вот так под ноги. Он смотрит вперед, как капитан на корабле, который стоит за штурвалом. И он смотрит вперед. И он знает точно, куда движется корабль. Только, простираясь вперед, стремлюсь. Стремлюсь. Давайте скажем. Стремлюсь. Стремлюсь. К цели. К почести. Высшего звания Божия. Во Христе Иисусе. Хорошее местописание. Я хотел бы сразу же современным переводом усилить это местописание, чтобы вы увидели. Смотрите, что здесь написано. 13 стих. Братья, я поставил себе... А, нет, с 12 стиха. Я не говорю, что уже достиг желаемого. Я не говорю, что я достиг желаемого. У апостола Павла, вот эта позиция, он хотя много сделал, но он говорит, я еще не говорю, что достиг желаемого. Как у тебя написано в Синодальной? Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. А в современном сказано, я не говорю, что уже достиг желаемого, но продолжаю стремиться к тому, ради чего избрал меня Иисус Христос. Не говорю, это у нас современный, а сейчас РБО Российского Библейского общества, посмотрим перевод. Вообще интересно, я не говорю, что я достиг желаемого, но продолжаю стремиться. Перевод РБО говорит так. Братья, я... Это не значит, что я уже этой цели достиг, достиг совершенства. Я только рвусь вперед завладеть призум, потому что Иисус Христос завладел мной. О, как здесь сказано. Смотри, это не значит, что я уже достиг цели. Это не значит, что я достиг цели. 12 стих. Это не значит, что я достиг цели. Но, или достиг совершенства. Я только рвусь вперед, здесь в современном переводе, завладеть призом, потому что Иисус Христос завладел мною. Интересно, ты кликни на этот стих, и там выйдет у тебя такое окошечко. Да. По-английски, как сказано, тоже надо посмотреть. Да, ну очень интересно, что я почти уже достиг, и что я уже как будто бы в совершенстве. А 13 стих как звучит? 13 стих. Сейчас посмотрим, как 13 стих звучит. Вообще интересно. Посмотрите. В синодальной Библии сказаны такие слова. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь вперед. А в современном сказано так. Братья, я поставил себе за правило. Моя парадигма, моя концепция. Поставил себе за правило. Не думать о том, что осталось позади. А стремиться изо всех сил к тому, что впереди. А в РБО, в Благой Вести, сказано так. Братья, я не считаю, что уже победил. Но одно скажу, забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди. Аллилуйя. Здорово. Отрезать в прошлое. Здорово. Если мы зацикливаемся на прошлом или на чем-то достигнутом, то мы никогда не продвинемся вперед. Если мы останавливаемся на том, что нам уже открыто, что мы узнали об Иисусе Христе, как нам жить, как нам служить, как отношиться друг к другу. И остановились, сказали, ну этого до меня достаточно, вот я так буду жить. И вот лишь бы жизнь прошла, и все. И тогда мы попадем в состояние застоя. А еще есть состояние эфории, когда люди говорят, вот раньше, а помнишь чудное мгновение, когда вот раньше было это. И поэтому он говорит, братья, я поставлюсь из-за правил не думать о том, что осталось позади. Позади их очень много побед. Да. И некоторые люди живут в прошлом, они не живут в будущем. Они живут в том, не идут туда, куда. Не идут в будущее, они идут в прошлое. Они как историки, они рассказывают о том, как было. О, помнишь чудное мгновение, передо мной там ты явилась, ты туда-сюда, вот было. Он не говорит о том, что будет, он говорит о том, что было. Если вы все время говорите о том, что было, вот было время, вот богатыри не вы. Вот это хорошо. А с другой стороны, вот такая вещь есть в жизни. Писание нам говорит, помни, что сделал Господь в твоей жизни. То есть помнить о том, что Бог для нас сделал. И вот эти воспоминания о Его работе внутри нас, о том, что Он нам помог и привел нас до сегодняшней точки. Вот эти воспоминания, они нам нужны. Например, в своей жизни у меня часто так бывает. Вот у меня передо мной сложная ситуация. Я запуталась, я не знаю, что сделать. Я не знаю, как идти дальше. И Дух Святой, Он напоминает, а помнишь, вот тогда была такая ситуация, когда была трудность. И Он напоминает мне, какую трудность, и как эта трудность прошла. И я когда вспоминаю это, я думаю, и как бог мне помог, как он решил тот вопрос. И я говорю, да, Господь, если ты мне помог тогда, значит, ты мне поможешь и сегодня. Знаешь, я что вспомнила, Максим? Что? Когда мы услышали про этот курс, про этот обвал в тенге, я вспомнила наше советское время, когда мы с тобой только поженились 25 лет назад. Тогда тоже каждый раз, каждый день обвал был. У нас все обвалилось. У нас не было продуктов в магазине. Все, Советский Союз развалился. И наступала новая эра, никто не знал, какая она будет, вообще ничего не знали. И Господь показал, ну я же вас тогда не оставила. Вот просто мне недавно Дух Святой напомнил. Я же вас тогда не оставил. И хлеб был, и вода была, и еда была, и кров был. Я вас не оставил. И я вас точно так же сегодня в этом кризисе не оставлю. Это все периодичность в этом мире, она повторяется. Просто видишь, люди уже не только к хлебу и к воде привыкли, они еще и хотят, чтобы на хлебе что-то лежало. Будет лежать. Будет лежать. Будет лежать. Потому что Господь не оставит. Он раз что-то. Знаешь, как слово забывая заднее. Что значит забывая? Здесь слово такое есть. Слово забывая, греческое слово, забывать, оставлять по забывчивости и пренебрегать. Здорово. Одно из значений. Посмотри, как он говорит. Я поставил себя за правил не думать. То есть нужно помнить все дела Божьи. Да. Говорим о том, что мы помним, о том, что было. Это хорошо помнить. Нельзя память терять. Память о своем прошлом. Но многие люди живут в прошлом. Они думают. Они философствуют. Они говорят только о том, что было. Люди будущего, они говорят о том, что будет. Люди прошлого говорят о том, что было. О, было так. О, было сяк. О, было вот так. О, было. О, было. И они говорят о том, что было, вместо того, чтобы говорить о том, что будет. Если вы начнете смотреть на будущее и говорить. Посмотрите, я поставил себе правило, парадигму. Я поставил себе вот это убеждение. Мой алгоритм поведения. У меня есть правило такое. Я пренебрегаю прошлым. Я не думаю о прошлом. Я не живу прошлым. Я не поднимаю прошлые успехи. У него много успехов было в прошлом. Неудачи. Не поднимаю прошлые неудачи. Как пастор я хочу сказать, что, знаешь, я видел много людей, которые на протяжении многих лет из-за прошлых проблем, они тянут их за собою. Тянут, тянут за собою. Годы проходят. И они тянут воспоминания прошлого. О каких-то. Вот особенно, мне кажется, человека тормозят понимание прошлых неудач. Память о прошлых неудачах. Вот я же вот это пробовал делать. У меня не получилось. Значит, у меня опять ничего. Не получится. Даже начнем вот так с детского. Когда ребенок приходит, его там кто-то ударил, он уже приходит, не плачет, и говорит, что случилось? И он начинает рассказывать. Меня. И он возвращается в прошлое, в своем уме. Он возвращается туда. Меня. И он видит, как это Сашенька бьет его лопаточкой по голове. Он меня по голове ударил. И начинает плакать, переживать те же эмоции, то же состояние. И начинает рыдать от обиды. Обиды. И его уже никто не бьет. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Но он вспоминает, что его ударили. И он снова возвращается в прошлое. И те же эмоции, те же чувства. Женщины иногда, когда они рассказывают какие-то свои истории, что-то муж сделал или еще что-то. И вот когда она подходит к моменту, возвращается опять снова туда. Вот он сделал ей вот это. А потому что знаешь, что в это время включаются эмоции, связанные с тем событием. И они начинают угнетать человека. Это угнетает нас. Я сама через это проходила. Что? У тебя же муж такой прекрасный. Я не понял, что ты говоришь. Я говорю про женщин, которые рассказывают про ужасных мужей. Такого мужа вообще. Да, да, да. Аллилуйя. Такого прекрасного мужа иметь. Я даже не знаю. Павел говорил, что я не посчитаю себя достигшим. Да. Ну вот я как бы еще не совсем достиг, но уже почти достиг. Мне кажется, что Павел больше здесь говорил о каких-то вот этих изменениях внутреннего человека, преображении в образ Иисуса Христа и о служении людям. Мне кажется, что больше в этом направлении. Он пишет это филиппийцам, он пишет это церкви. И если мы прочитаем предыдущие стихи, вот с начала главы, мы увидим, что Павел свои регалии, свои достоинства перечисляет. На чем вообще он поднялся. Он говорит о принадлежности своей к иудейскому обществу и что он был фарисеем из фарисеев. Это в другом месте он говорит. А здесь он говорит, я по ревности. А вот, да, он здесь и говорит. Обрезанный в восьмой день. Из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев. По учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Павел все исполнял до деталей. Но что для меня было преимуществом, он говорит. А это было преимуществом в обществе, что он был такой в высокой позиции, что он все соблюдал. Он ради Христа почитал напрасным. Все это читаю, мусором почитал. И все почитаю напрасным, мусором, ради. Это я читаю восьмой стих. Филиппийцам, третья глава, восьмой стих. Мне этот стих очень нравится. И я попрошу его сейчас вывести на экран. Филиппийцам, третья глава, восьмой стих. Все почитаю, читаю, ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога поверит. Павел очень четко, он знал закон, он знал все правила, он их исполнял. И когда он узнал Иисуса Христа, и узнал о том, что вся праведность человеческая, это как запачканная одежда, он сказал, я хочу праведность Иисуса Христа. И его желание было познавать Иисуса. Поэтому все свои регалии, все свои преимущества, которые он имел в законе, в исполнении правил, в самолюбовании, в восхищении собой, что я такой хороший, что я все это делаю, он все это почитал за ссор, за мусор. И одно только хотел, это знать Иисуса, знать его всем своим сердцем, всем своим разумением, всей своей крепостью, всей своей силой. Он узнал, что какая Божья любовь, как Бог любит человека, как Бог любит, как Он отдал Сына Своего. И его желание было познать Иисуса Христа, потому что Иисус это есть путь, истина, жизнь. Иисус это все для нас. И когда Павел для себя раскрыл Иисуса, то он сказал, этого мало для меня, я хочу больше, больше знать Господа. Вы знаете, говоря вот о прошлом, в прошлом есть две вещи. Хорошие и плохие. Все нейтральное мы забываем. И эти обе вещи, они влияют на нас сегодня. У вас есть две эти вещи в прошлом. И они из прошлого пытаются запускать стрелы, или такие, как знаете, когда рыбу ловят, она клюет на ее крючок, если вы клюнули на крючок прошлого, и вас подсаживают, и вы знаешь, этот на лодке сидит, держит ее на этой удочке, и вот эта рыба, она бьется, сопротивляется, и он ее подтягивает. Он не может ее сразу вытянуть, она слишком сильная. И прошлое так же не делает. Оно не вытягивает сразу же вас на палубу и вскрывает вам, вырезает куски мяса. Нет. А прошлое что делает? Хорошее или плохое, оно действует одинаково. Ты клюешь на приманку, клюешь, крючок зацепляется, и тебя начинает постепенно вытягивать. Рыбак вытягивает, тягивает, тягивает, подтягивает тебя потихонечку, расслабляет чуть-чуть, опять потянул. И вот люди, которые живут в прошлом, у них вот эта подтяжка, их постоянно подтягивает, 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 выше, выше, и у тебя меньшее движение, у рыбы меньшее движение. И когда она бессиленная, когда рыба устает, то есть рыба уже устала сопротивляться, она просто онемевает, деревенеет, ее вытягивают на палубу. Знаете, как он говорит, я оставляю, я поставил себе за правило не думать, вы видите 3.13, филиппийцам 3.13, я поставил себе за правило не думать о том, что позади. Но дальше написано в современном периоде, а стремиться, правило у меня такое, изо всех сил к тому, что впереди. В РБО переводе сказано так, одно скажу, забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди. Я весь устремляюсь к тому, что впереди. И следующий стих, давайте прочитаем, вот эта позиция жизненная апостола Павла, которая просто очень четко прослеживается. Посмотрите, стремлюсь к цели, к почести, высшего звания, Божия во Христе Иисусе. В современном переводе сказано так, чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Иисуса Христа. А в РБО сказано так, я стрелой лечу к цели, смотри, как красиво, я стрелой лечу к цели за призом. Я стрелой лечу с цели за призом. А приз это новая жизнь, которую призвал нас Бог через Иисуса Христа. Ясно. Знаешь, слово вот этот, забываясь заднее, простираясь вперед. Что значит слово простираясь? Я посмотрел значение этого слова. Простираясь, это значит растягиваюсь. Я простираюсь вперед. Интересно. И поэтому в современном использовании стрелой лечу стрелой, то есть оттягиваю и вылетаю. Растягиваю. Вам нужно растянуть, забывая заднее, отрезать заднее, якорь отрезать и простираться вперед, стрелой лететь к будущему. Я стремлюсь вперед. Послушайте, драгоценные мои, в вашем прошлом есть две вещи, хорошие и плохие. И те, и другие на нас влияют негативно. Почему? Если ты живешь в прошлом и героическим прошлом, говоришь, как было раньше хорошо, как ты преуспевал, какой ты был молодец, какой ты был классный, как у тебя все было хорошо, какой ты был благословенный и какие ты тебе и сам начальник сказал. Да, 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 сказал тебе начальник, молодец. Сам почему ты не начальник. Многие люди рассказывают, что кто на них посмотрел, кто к ним обратился. Дорогие мои, вот я сейчас к вам обращаюсь, и стучусь к вам. Не разрешайте прошлому влиять на ваш сегодняшний день. Прошлые обиды, прошлая боль, прошлые победы, прошлый успех. Вы знаете, когда я познакомился с одним человеком, он мне все время рассказал, он рассказал, говорит, а я, знаешь, я Волгу выиграл в Советском Союзе. Я сказал, ну и что? Ну, слава богу, удивительно. Он говорит, я в лотерею Волгу выиграл. И он мне показал эту Волгу, она была уже старая, старая, или 25, или 30 было. Такая, я ее выиграл в лотерею. Вы знаете, вдруг я понял, что вот этот выигрыш его остановил. Остановил его жизнь. Он остался там у того момента славы, когда он открыл этот лотерейный билет, и там было написано автомобиль, и вот он находился возле этого лотерейного билета, и вот во вся жизнь там. И он жил, живет этим моментом. Он рассказывает этот момент всем. Прошло много лет, и он продолжает рассказывать о том, что это случилось однажды. Его жизнь осталась там, в этот момент славы. Он пережил самые глубокие эмоции, восторг, и больше он не переживал таких эмоций. По одной причине, что его сердце осталось там, забывая заднее. Забывая заднее. Отрезая. Нужно взять духовные ножницы и отрубить все, что тебя связывает. Победы, неудачи, слава, поражение, проклятие, благословение. Все. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Стремлюсь к высшей позиции во Христе Иисусе. Стремлюсь к тому, какую позицию могу иметь в Божьем Царстве. Самую высокую позицию. Я стремлюсь туда, где Господь. Стремлюсь к небесам. Стремлюсь. Привязанные люди, они привязаны к курсу, они привязаны к чему-то. У нас есть свой курс. Нам, у нас курс на небеса. У нас курс к цели. Я стремлюсь, чтобы добиться награды, которую Господь призвал меня. Я стремлюсь к высшей почести. Мне очень нравится. Стремлюсь к цели, к высшей почести. Человек с целью, ему есть куда идти. Человек без цели, ему некуда идти. Мне кажется, знаешь, Максим, здесь Павел говорит даже не совсем, может быть, о награде, потому что ну что такое награда, награда? Ну в нашем понимании награда, ну венок. Может быть, он имел в виду где-то, глядя на олимпийских каких-то чемпионов, греков в то время, и он думал, что, ну не он, он не думал, но я думаю, я думаю, что, извиняюсь за набор слов, стремлюсь к цели к почести высшего звания. Я думаю, что он был. Я думаю, я уверена, что апостол Павел хотел знать самого Господа и приобрести самого Иисуса Христа, и для него великая награда, кстати, перевод, когда прочитала, это подтверждает этот перевод, что для него самая великая награда была это познание Иисуса Христа. И это самая великая награда, которая может быть у нас. не какие-то лавры, не какие-то, знаете, золотые бриллианты или что в нашем понимании, диадемы какие-то, короны. Что такое награды на небесах? Когда раз я слышала, что один брат говорил, вот когда мы жертвуем, мы отправляем в свои финансы, как бы Бог записывает, учитывает, и на небесах нас ждут какие-то там коттеджи, дома какие-то шикарные. Кто-то, говорит, будет жить в доме в большом шикарном, кто-то в лачуге, кто-то как. Я посмотрела, знаете, по младенчеству я так и понимала. Потом я, когда стала изучать Писание, я подумала, какие дома, какие лачуги. Самое классное и самое прекрасное, что может быть на небе, это сам Господь, сам Иисус. Познание Его, познание Его сердца, приобретение Его самого, соединение с Ним в Духе. Вот, что является наградой, вот, что является целью, которой мы стремимся. И Павел, Павел это очень хорошо понимал, потому что, когда мы читаем дальше, мы видим, что он вообще не говорит о какой-то вот такой, нами понимаемой, материализованной, что ли, какой-то награды. Нет, он говорит о познании Иисуса Христа. И к этому же он пригласает и святых. И поэтому в послании Ефесиным, если мы откроем послание Ефесиным, 4 главу, он говорит об устройстве церкви. И он говорит, что в церкви Бог все устроил, апостолов, пророков, дал дары в церкви, только с одной целью, для того, чтобы нам прийти к совершению, к совершенству. Я прочитаю, можно не выводить на экран, я прочитаю это, вы можете открыть со мной или послушать. Ефесиным, 4 глава, 13 стих. Для чего это? Пока мы все придем в единство веры и познание Сына Божьего в меру полного возраста, Христово возраста, то есть возрастания во Христа, самого Христа. Не наши какие-то дела, дела, они нужны, дела, плоды служения, они нужны. Участие в делах Божьих нам необходимы, но все это ради одной цели, чтобы познать Иисуса Христа, чтобы через это служение, которое верил нам Господь, мы возросли в нем, мы познали его, мы увидели, как он действует, какого его сердца, какой его настость, какие его мечты, познавая Иисуса Христа. Павел это хорошо знал, и он зовет вместе всех святых в это единство, в это соединение, возрастание во Христа Иисуса. И потом, да, потом написано на добрые дела тут, чтобы мы были не более младенцами, колеблющимися, и увлекающимися, чтобы мы оставили это младенчество, которое увлекается воспоминаниями, какими-то откровениями, учениями человеческими, но истинной любовью все взращивали в Него, который есть глава, который есть Христос. Аллилуйя. И так далее. Для созидания самого себя в любви. Для созидания самого себя в любви. То есть, Господь нас зовет в возрастание в любви, чтобы мы, познавая, открывая для себя любовь Отца, любовь Божью, любовь Иисуса Христа, мы сами изменялись в этой любви и возрастали в ней, и имели правильные реакции к нашим родным, к нашим друзьям, к людям, потому что любовь, она выше всего. Вот такие перспективы нас ждут. Это потрясающе. Это цель лучшего знания. У нас есть у всех выбор. У нас есть у всех выбор. Вы знаете, прошлое, оно никуда от вас не ввается, оно сзади вас идет всегда. Оно там очередь выстрелилась из прошлого. Будущее, за ним нужно идти. И если вы не идете за будущим, тогда у вас будет на вашей шее будет сидеть прошлое. Еще раз. Если вы не идете за будущим, тогда на вас будет сидеть прошлое. Человек, который не идет за будущим, он начинает обитать в плохой компашке. Компашке с прошлыми мыслями, с прошлыми, с прошлым. Человек, который не идет за целью, ему незачем просыпаться. Ему незачем просыпаться, потому что вот эти кикиморы, они сидят возле постели из прошлого. Ну что, проснулся? Вспомни, кто ты. Ты ничтожество, или ты бывший герой, или ты бывший супермен. Вы знаете, они сидят вокруг твоей постели из прошлого. Человек, который стремится к будущему, он просыпается, он знает, что ему нужно что-то делать. Так, у него есть план, у него план действий. Так, у него внутри уже где-то план работает, необходимо действие, необходимо участие, необходимо труд, необходимо... Когда вас, если вы живете Господом, вы стремитесь и просто смотрите на Господа и хотите приобрести больше для славы Божьей. Пусть Бог благословит вас. Наш эфир подходит к концу, и в конце мы совершим молитву, помолимся за вас, благословим. Не позвольте прошлому тормозить, или остановить вас, или развернуть вас от вашего будущего, которое Господь приготовил вам. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя, благослови каждого человека, кто сейчас смотрит нас на экране. Благослови Господь, во имя Иисуса Христа, благословляем имя Иисуса Христа. Боже, я прошу Тебя, пусть всякие путы, всякие прошлые узлы, они будут, Господь, развязаны Тобой. Благослови Господь каждого человека, благословляем имя Иисуса Христа. Боже, чтобы никакие обиды, никакие воспоминания о ранах людей, которые нанесли им когда-то раны, чтобы их держали в этом прошлом. Господь, ну помоги, чтобы все это было разорвано силой Духа Святого, силой любви Твоей. Господь, чтобы эти цепи не держали людей. Господь, ну чтобы они простирались вперед. Господь, чтобы они стремились к познанию Тебя, к возрастанию в любви. Господь, к новым откровениям, к новой силе, к новой славе, к новой песне. Господь, к новой молитве. Благослови Господь. Пусть новое приходит в жизнь Твоих детей, в жизнь Твоей Церкви. Пусть новое венит Духа Святого. Новое помазание, новая сила, Господь, приходит на Твой народ, и Твоя Церковь поднимается в славе и силе. Господь, пусть ничто прошлое, никакие обиды, ошибки не держат нас, Господь, никакие грехи. Но, Господь, пусть Твоя слава наполняет Твоих детей, наполняет Твой народ. По имени Иисуса Христа, я благословляю каждого человека, благослови, Господь, каждого зрителя, именем Иисуса Христа, мы говорим, благословение на вами. Да пребудет с вами Господь, да откроет ваши глаза, чтобы вы видели Божьи дела. Благословляю вас именем Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. И сейчас скажем аминь. Сегодня с вами был Максим. И Лариса. И мы все еще Максимовы. Мы благословляем вас. Пускай Бог пребудет с вами. В конце хочу сказать... Шаббат шалом. Шаббат шалом, да, кстати. В конце хочу сказать, пусть Бог благословит вас. Спасибо за ваше участие, за ваше партнерство. Спасибо за то, что вы поддерживаете Божье дело. Спасибо за то, что вы помогаете нам распространять Евангелие Иисуса Христа. Спасибо за то, что вы участвуете в проповеди Евангелия. Вместе мы можем многое сделать. Ваши десятины, которые вы присылаете на Дом Веры и на телеканал СНЛ, помогают нам расширять пределы Божьего Царства. Да пребудет с вами Господь, да укрепит вас. Встретимся с вами в воскресенье. Хранит вас Господь. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим СНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!